Ажурный дом. Возможно, про него многие слышали и даже видели. Вот такая красота, про которую довольно много информации в интернете. Но информация эта, как обычно, разрозненная. И не вся соответствует действительности. А давайте вместе посмотрим, что же по фактам об этом доме. Ну, первый вариант из народной молвы. Про любовницу Буденова, к которой он ездил прямо на коне по этим широким лестницам. Этот вариант мы даже рассматривать не будем. Сам слух явно появился вот из-за этих коней. Возле дома красивые кони. На месте ажурного дома раньше было одно из зданий ипподрома. И вообще, тут рядом ипподром сейчас. Ну, и как-то это, видимо, причудливо переплелось в слух. Но есть и слухи, более близкие к реальности. Например, часто встречается информация, что этот дом первый в стране крупноблочный. И именно с него началось все массовое домостроение. Это не совсем так. Дом был одним из первых. Несколько раньше, до конца 30-х годов, в СССР тоже строились блочные дома. Но выглядели они намного проще и, самое главное, они требовали оштукатуривания и покраски. Что очень затягивало процесс стройки дома. А здесь же архитекторы предложили совершенно другой подход. Теперь все эти блоки изготавливались полностью на заводе. Со всеми рисунками, окрасками и так далее. А на площадке они только собирались. Это просто очень сильно ускорило строительство. Ничего не надо было штукатурить, красить. Нужно было только собирать. Сначала была первая часть, первая такая серия домов построена. Вот эти дома. И, если посмотреть ближе, видно, что края блоков закруглены. Потому что иначе были заметные, бросающиеся в глаза стыки блоков. Технологически без стыков сделать не смогли. И поэтому обыграли вот такими рустами на каждом из блоков. Но тут столкнулись с очень неожиданным моментом. Вот эта раскладка фасада, которая глазом воспринималась и фиксировалась как кирпичная. Потому что глаз человека, особенно в те годы, привык именно к кирпичам. Так вот, человек воспринимал эти почти метровые блоки именно как кирпичи. И, по мнению архитектора, создавалось несоответствие габаритов. Здание очень утяжелялось и было несоразмерным. Это же не учреждения, это жилые дома. А именно вот этот закругленный руст еще больше подчеркивал несамасштабность дверям, окнам. Этот момент пытались смягчить вот этими горизонтальными тягами, которые по тону отличались от блоков. Разными карнизами, балконами, решетками изящными. Но все-таки сам автор оставался недоволен. Этими первыми вариантами. И, как он записал в своем дневнике, получилось тектоническое сооружение, находящееся в прямом противоречии с масштабом индивидуального жилья и человека. Поэтому продолжили поиск соразмерности именно блоков. И появились дома с бриллиантовым рустом. Плоскость блока разбили на большее количество мелких элементов вот с этой росписью под бриллиантовый руст. Здесь уже из горизонтальных элементов были только карниз, венчающий здание. И весь массив дома разбивали вот такие вертикальные фрагменты, которые еще и цветом акцентировались. И, опять же, естественно, все работы по нанесению узоров, рисунков, фактуры выполнялись полностью на заводе. Но именно таких домов успели построить всего два. Интересно, что они находятся рядом. Дома из первой серии и дома вот с этим бриллиантовым рустом. Они буквально друг напротив друга. И вот самым точным воплощением гармоничности фасада и стал ажурный дом. Здесь тоже кладка стен была новаторская. То есть, даже для блочных домов новаторская. Двухрядная разрезка блоков, она была применена впервые в этом здании. То есть, блоков теперь минимальное количество. И, более того, вот эту разрезку дальше ввели в строительные нормы, которые потом много лет действовали. И, естественно, количество типов элементов сократилось. И количество времени на возведение дома сократилось также. И, если в предыдущих домах архитекторы старались швы замаскировать то рустами, то еще какими-то элементами, то здесь, наоборот, стыки блоков подчеркнуты красивыми декоративными элементами. А вот эти решетки, которые точно также на заводе изготавливались, отлиты из бетона, созданы по эскизам художника-графика. И вот именно за эти решетки дом и прозвали ажурным. А вообще, это не просто решетки. Они скрывают лоджии на кухнях. И теперь на лоджии может быть любой хломушник. Все равно, видимой будет только вот эта красота. Вообще, саму работу над проектом архитектора начали аж в 1936 году. И строительство завершилось только перед самой войной в 1941 году. Поэтому дом всего один. Началась война. Было не до того. В серию он не пошел, к сожалению. Именно этот дом стал, в том числе, прототипом для последующих серий уже массовых домов. П-04, П-05. Но вот именно он такой один. Что еще говорят про дом? Что так как дом планировался как продолжение идеи дома коммуны, то на первом этаже там было все, что нужно для жизни. И поэтому кухни были маленькие. А коридоры и лестницы, то есть все общественные пространства, огромные. И не просто огромные, а занимающие две трети всей площади дома. Смотрим на эти огромные коридоры. Ну, да, большие, просторные. Около каждой лестницы, окна в пол. Вообще, есть где развернуться. Но, как видим, не так уж много. Коридоры занимают место от общей площади дома. На больше, чем две трети не тянет. И, кстати, на полу тут паркет. Плитка метлахская. Все это до сих пор сохранилось, хотя дома уже больше 80 лет. А вот кухни, правда, почти во всех квартирах очень маленькие. По 4 метра. Ну, потому что они же не для готовки, а максимум для разогревания того, что куплено в магазинах на первом этаже. Вообще, там даже ресторан планировался, но не сложилось. А еще 4-метровой кухни это был результат рационализаторской мысли и заботы о проживающих. Читаем об основании тех лет. Так появляется кухня иного типа, она же шкаф, который может быть поставлен в любом месте, где только можно к нему подвести газовую трубу, если кухня газовая, или электрический подвод, трубу водопроводную и канализационную. Из 4,5 метров площади пола рациональной кухни этот шкаф займет 1,4 квадратных метра. То есть 3 квадратных метра превращаются в свободную площадь, присоединяемую к жилой части квартиры. Таким образом, мы окончательно снижаем кухню до тех пределов, которые нужны только для оборудования требуемого в обычной кухне. Ну, как бы, зачем нам место на кухне? Мы вон 3 метра аж освободили. А вот в чем заключается забота. Тут дело не только в том, что мы имеем часто чат и всеобщее наводнение. Хуже то, что кухня часто бывает местом склок и скандалов, побития жен и детей. Нам кухня рисуется в другом плане, а именно как коллективная лаборатория. Ну, то есть место исключительно для готовки, а не побития жены детей, склок и скандалов. Фотографии это реконструированные для выставки эти самые кухни-шкафы. Которые в 29 году изначально разрабатывались командой секции типизации стройкома. Ну и, наверное, понятно, что в массовое производство они не пошли. Площади кухни в других домах вообще увеличили хотя бы до 5-6 метров. Ну, зато на кухне вот эти крутые лепнины. На лоджиях кухни. Они, конечно, весь белый свет загораживают, но тем не менее. А еще из слухов говорят, что в народе дом называют аккордеоном. Ну, как будто бы он похож на аккордеон из-за вот этих чередований вставок. Ажурных и обычных. Где и кому он похож на аккордеон? Ну, может, кому и напоминает, но чтобы прямо массово, в народе, чтобы его называли аккордеоном, это как-то вряд ли. Со слухами разобрались. А теперь основные и просто интересные факты про дом. В доме один парадный подъезд и есть из него по два выхода внутрь во двор. От каждой из двух лестниц. От середины от лифтов расходятся коридоры. Квартир на этаже 18. Большей частью, как видим, двухкомнатные с небольшими метражами. Действительно небольшими. И, кстати, дом изначально проектировался для простых людей. Это не дворцы для избранных, а образец стандартного дома для советских граждан. Планировалось серийное производство именно вот этих домов. И потому тут внутри нет лепнины, мозаики и вообще того, что характерно для тех годов постройки. А после войны на некоторое время он вообще был превращен в коммуналки. Там жили несколько семей вот в квартирах с этими кухнями по 4 метра. Ну, да. В дом въехали и высшие военные чины и знаменитости. Но все-таки большинство из жителей они не представляли. Прямо сейчас в доме идет капремонт. И, к сожалению, с красивыми подъездами проблема. Он весь двор в строительных материалах. И, интересно, бревна такие огромные зачем? Может, кто-то знает? Напишите, как думаете, это для чего? И вон даже одно крыло дома все в лесах. Но рассмотрим незакрытую часть дома. Внешне он похож на мраморный. Но это бетон, в который добавлен нерастворимый краситель. Этажей в доме 6. Квартиры начинаются со второго этажа, который, по сути, третий. Потому что он выше обычного. И первый этаж он такой двойной. Визитная карточка дома ажурной решетки есть только на фасаде дома. Внутри обычной лоджии. Окна везде большие. И тут, вопрос только в том, как их и когда открывать. Потому что то, что выходит на фасад дома, держать открытыми нереально. Потому что здесь вот это. Дорога, развязка, дикий шум. И хоть дом находится не прямо на дороге, а как бы за сквериком, вряд ли это как-то его спасает. Балконов в обычном понимании нет. Есть только вот такие маленькие французские балкончики. И это тоже дому придает шарма. Потому что они все одинаковые. Нет вот этого разномастного остекления, как обычно в обычных балконах. С дверями тут все грустно. Внутри видно, что они остались оригинальные. А вот входная, особенно на фоне обрамления двери, как-то вот контрастирует. Что тут с планировками? Однушки 37-40 метров. То есть, в общем-то, нормального размера. Их мало. Двушки 52-55. С такой небольшой прихожей. И маленькими, часто кухнями в фасадных квартирах. Ну, которую, что логично, многие вот так присоединяют к этому непонятному пространству рядом с кухней. Которая, как бы, отдельная. И кухня становится сразу ощутимо больше. А вот в трехкомнатных кухня ограничена санузлом. И, что логично, там люди присоединяют балкон. Потому что даже холодильник на кухню нормально не встанет. И вообще, в трешке все комнаты странно проходные. Вот такой дом. Очень красивый. Очень необычный. Да, ему уже много лет. Дом этот сейчас культурное наследие. Входит во множество учебников по архитектуре. Во все путеводители по Москве. И, да, интересно, какими бы были города, если бы все-таки этот дом пошел в массовое производство. Продолжение следует... Продолжение следует...